Один из первых примеров совместной работы – расследование заявлений одного из заключенных из правительной колонии номер 6 о пытках и издевательствах над осужденными со стороны сотрудников УФСИН. Поводом послужило шокирующее видео, снятое якобы в исправительном учреждении в Мелехово, где люди в форме издеваются над заключенными. Несмотря на заявление руководства УФСИН, что это видеосъемка – провокация, после проведения проверки следственное управление возбудило по данному факту уголовное дело. Мы увидели признаки состава преступления, сейчас нам нужно установить, правда ли это, где это было, кто это сделал. В очереди все обстоятельства происшедшего. Следственное управление в пределах компетенции отреагировало. Уголовное дело возбудило. Дайте нам возможность это дело расследовать. Параллельную проверку проводит и уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова. Она уже лично пообщалась с осужденным, который написал заявление об издевательствах. Подробностей пока крайне мало. Известно лишь, что мужчины отбывают срок за убийство. И следком, и правозащитники говорят, что заинтересованы в максимально объективном расследовании зафиксированных на видео событий. Сейчас мы как раз обмениваемся имеющейся у нас в том числе и у следователей информацией по данному делу. Задача подойти к расследованию беспристрастно, соблюсти права человека. Моя задача, чтобы этот осужденный, поскольку он беспокоится за свое здоровье, за свою жизнь, чтобы с ним все было хорошо в том числе. Это не единственный пример совместной работы, говорят следователи и правозащитники. Подписанное сегодня соглашение – лишь официальное подтверждение намерений. Продуктивное сотрудничество началось сразу после появления в регионе уполномоченного по правам человека. Вопросов на самом деле возникает много, потому что к нам сейчас обращаются с очень сложными делами, в которых принимали участие и следственное управление, и прокуратура. Сейчас мы активно работаем по этим направлениям, выясняем обстоятельства, которые повлекли к принятию, по мнению заявителей, решения, нарушающие их конституционное право. Очень важно, я еще раз хочу повториться, чтобы уполномоченный при обращении граждан по тем или иным вопросам, он и имел возможность непосредственного общения с руководителем следственного управления, чтобы самому это понять и оценить, насколько же прав гражданин в своем заявлении или в своих доводах, и насколько объективно следственное управление либо проводит проверку его доводов в полном объеме, либо расследует конкретное уголовное дело. Впрочем, нарекания граждан и правоохранительные органы – лишь малая часть всех жалоб, которые уже поступили в адрес уполномоченного по правам человека. За полтора месяца работы за помощью в этот гражданский институт уже обратились 150 жителей области. И большинство жалоб, по словам Людмилы Романовой, связаны с нарушением прав в жилищной сфере и неисполнением судебных решений.